Всем привет, друзья мои и подружки! С вами, как всегда, Фаниль, и вы смотрите канал «Сделано в деревне». Вот и пришло время начать шестую серию проекта «Двухэтажная пристройка». И в этом ролике вы увидите, как мы делали декоративную штукатурку. Там будет два вида. И еще некоторые дизайнерские решения для своего интерьера. В общем, будет интересно. Всем приятного просмотра. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, друзья, как видите, продолжаем шуршать на работе. Уже много чего появляется. Вот приклеили вот такие декоративные кирпичики. Это что-то наподобие плитки керамические. Вот такая арка у нас. И вот такие столбики тоже из кирпичей. Патолок покрашен в два слоя. Вот такой колер оливковый. Вот на этой стене мы будем делать декоративку. Вот ты уже начал делать как бы обрамление из малярного скотча. И вот на этом месте как раз у нас будет узор декоративный. Примерно вот такая фигура. Эта декоративка делается тоже достаточно просто. Просто нанести где-то 3 мм гипсовой штукатурки на стену. Потом вот с помощью вот такой гладилки делаем вот такие странные движения. И у нас получается довольно красивый узор. Вот смотрите сами. Пока вот такая версия. Не знаю, что будет дальше. Пускай сохнет, потом посмотрите. Пока сохнет та декоративка, давайте я вам покажу другую декоративку. Ну, про это я уже рассказывал в прошлом ролике. Давайте покажу еще. Эта декоративка караэт уже была готовая. И мы его просто наносим с помощью шпателя вот так вот на стену. Потом уже разглаживаем. И вот все стены уже обработали этой декоративкой. Вот везде. Здесь. И вот здесь. И вот так она выглядит сблизи. Вот такие вот узорчики. Ошкурил вершинки. Теперь буду грунтовать. Тем временем у нас вот уже появляется камин. Потихоньку все делается. В камине тоже использовали тот же декоративный камень, плитку и пока вот как-то так. А на первом этаже в спальне сделали вот такой узорчик. Теперь вот сюда будем клеить диодную ленту. Вот здесь упадет. Вот здесь придется ломать его в бок. и вот такое решение. Может быть есть специальная штучка, но у нас его нету. Из-за этого вот так вот сделали. Так же так. Вот такой вот выход. Еще надо еще три надо вот таких поворотов сделать. и потом будет нормально. Вот и пришло время клеить молдинги. Вот эти молдинги вот сюда вот на потолок по периметру с помощью жидкого гвоздя. Вот такой вот. Абрамка есть? Ага. Абрамка. Еще один будет наверное внутри. Может быть. Вот и пришло время покрасить нашу декоративку, потому что она уже высохла после грунтовки и красим мы ее вот на такой зеленый свет. Точнее это изумрудно зеленый и это будет единственное яркое пятно в нашей комнате. После того как наша изумрудная краска подсохла мы еще прошлись вот такой вот золотой патиной и вот как эффектно все выглядит. Темновато конечно из-за этого подсвечиваю телефоном. Но покажу потом как попозже. Друзья снова еду на работу вот обратите внимание насколько природа преобразилась и стало больше зеленого цвета. Вот продолжим с этого места. Надо еще сделать эти места. Ну вот уже почти готово. здесь везде будет подсветка цветная. Декоративку каравит красим вот такой краской тоже оливковой но немного темнее на пару тонов. приходится красить вот так вот двумя руками потому что рельеф структура такая надо проникать внутрь. а во дворе отец уже начал делать декоративные элементы из вот таких досок 50 на 200 миллиметров это будет фальшбалки продвигаемся вперед уже много чего сделано вот посмотрите сами вот так вот выглядит место с камином еще не доделано надо покрасить вот этими статом из дерева которые здесь надо еще сделать много чего еще надо заполнить чили между кирпичами везде это займет много времени вот так вот и вот такой потолок вроде уже показывал и немножко цвета декоративная штукатурка вот друзья как видите потихоньку дом преображается думаю будет отлично а теперь будем клеить вот здесь ну еще один ряд молдингов таких же ну между ними расстояние будет где-то 15 сантиметров вот так вот примерно будет здесь вот вот такая вот работа нас ожидает пока ну уже красота вот так вот выглядит наш потолок с двумя молдингами если помните что-то подобное мы уже делали в прошлом объекте а а теперь начнем потихоньку заполнять швы между нашими декоративными камнями нашими кирпичиками и для этого я использую пустой вот такой тюбик от жидкого гвоздя или от герметика заправляю туда обычную шпаклевку белого цвета и вот так вот заправляю с помощью шпателя и вот такими движениями я вытравливаю воздух из тюбика чтобы потом не мучиться когда буду уже заделывать швы и вот 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 и вот - - - - И вот так вот выглядят наши кирпичики после заполнения швов. Вот тут мы уже начали делать лестницу. Вот такая вот лестница. Колхозная лестница. Из фанеры досок. Фанера. Вот такой брусок наверху. Вот тут тоже будет брусок и туда прикручивается фанера. Может быть. В общем, на улицу подышать. Тут тоже везде строймусор. Вот тут идет работа. Папа делает лестницу. Он фанеру режет здесь. Здесь вот покрасили будущие фальшбалки и всякие там декоративные элементы из досок. Пока покрыли морилкой, потом будем лакировать. Ну, покрывать лаком. Будут такие элементы деревянные. Потому что нынче такое в моде. Ну, дерево всегда в моде. Дерево и камень. Это наши любимые вещи. Вот тут тоже самое. Вот дерево. Балясина. Большая жирная. И маленькие для будущей лестницы. Покрасили. Два слоя. Пока сохнут. Сегодня отличная погода. Даже, как ни странно, ветра нет. Хозяева тут начали ремонтировать пруд. Вот, раз за несколько лет приходится его вот так вот ремонтировать. Потому что делается из обычных материалов сам. Из полиэтилена. Вот так вот специальная вот эта мембрана не покупается. Потому что она очень дорогая. Из-за этого, ну, время от времени приходится ремонтировать. У нас то же самое. У дяди такой же пруд. Субтитры создавал DimaTorzok. Друзья, очередное утро. Еду на работу. Вот отвез мини-мастера в садик. И вчера мы целый день практически занимались. Ну, заполняли швы декоративного камня. Вот этого декоративного кирпича. Это такая вот кропотливая работа. И у нас закончились материалы. Там заполняем шпаклевкой. Шпаклевка закончилась. Вот вчера вечером после работы съездил в Октаныш. Купил еще шпаклевки. Теперь вот продолжим сегодня. Пошли. Вот она. Техника палец. К нам зашел вот такой вот гость. Но ненадолго. Тут делается лестница. Потихоньку. Вот такая вот лестница будет. Пока еще не готово. На улице полный бардак. Вот так вот. Малярные работы идут. Там уже красить столешницу. Который будет вот здесь. Вот такие вот дела. А я щищу кирпичи. Вот эти кирпичи. Вот это место уже почистил. Везде. Сейчас осталось только низ. Разводы всякие там много. Ау. Вот такие выглядят. До очистки. Потом вот так. А, косичок увидел. В общем, вот так вот. Вот это все надо будет почистить. Это жесть. Еще вон там вот. Кучая сада. Берем полотенце. И погнали. Вот уже. Полотенце не выдерживает. Везде дырки. Вот. Везде дырочки. В общем, работаем дальше. Один кирпич есть. Осталось миллион. А это мы уже покрываем морилкой деревянные части нашего камина. Щедевр. Везде все покрашено. И сохнет. Один слой морилки. Второй слой лака. Вот сейчас. Два слоя лака. Это уже второй. Вот уже блестит немножко. Покрасни. Кайф. Хе-хе. Такое чувствую, как будто работа закончена, но она еще не закончена. На сегодня работа закончена. Идем домой. Погода прям вообще. Хочется искупаться уже. Хе-хе-хе. Но еще холодно, наверное. Вода, наверное, холодная. Щеремуха. Везде щеремуха. Вон идет. Если видно. В общем, везде этот запах, аромат, огонь. Ха-хе-хе. Субтитры создавал DimaTorzok Начали покрывать декоративный камень лаком Вот такой вот лак Лак по камню, эффект мокрого камня Друзья, как видите, пошла жара Начали укладывать ламинат на пол Вот такой вот ламинат Толщина 10 мм Цвет белый Ну, серо-белый Вот столько уже сделали А вместо подложки используем Изолон, толщина 2 мм И еще вот замазываем Швы герметиком Для этого есть специальный герметик Для ламината, вот такой вот В данном случае Процесс идет Потихоньку вот пол появляется Ламинат Уже ходить приятно ТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТОНТ очередное утро друзья сегодня тоже отличная погода вот уже как видите груши расцвели красота такие дела тут уже соседи убрали сарай там уже вишни и сливы тоже все расцвели такие вот дела вот так вот весна прекрасно погнали на работу фонтан заработал у заказчика и водопад ставим фальшбалки две штуки поставили все на колью на пене я надежда на пену такое заражение 3 балка стоит на соплях вот уже приготовили столешницу и она будет лежать вот на этой барной стойки начали клей давай такая структура мешковина мешок сегодня домой идем пораньше потому что будем сажать картошку дядю сварщиков и наравлига короче как мы будем сажать картошку вы уже увидите скорее всего на следующем ролике а пока на этом закончим если будут вопросы по ремонту там по вот этому видео пишите в комментариях постараюсь ответить ну и как всегда напоследок желаю всем здоровья и отличного настроения увидимся на следующем видео всем пока